Вы на канале Ливотский Хаус. Очередной день. Нам привезли еще одну кучу песка. А ту уже выгрузили. Сейчас будем выгрузить еще одну. Так что, продолжаем работу. Вот уже ребята подошли к нам. С нами они не теряются. Вот сейчас переодевается. Будем выполнять работу. Сейчас кучу песка выгрузим в это место. По поводу вчерашних колец. Знаете, как получилось? Я по телефону говорил, что надо 4 кольца 0,70. Но и 4 люка. Она как бы услышала про люки, про кольца не услышала. Или не исправила. Но сам факт, что я когда говорил, звонил. Потом она выставила счет. В счете было указано 3 штуки. Я уже не перепроверял. Потому что уже столько раз я ей звонил. Столько раз объяснял. Сколько надо количества этих колец. Я думал, что все будет уже шито-крыто. Оказывается, она не исправила. Я не перепроверил. Вот так вот накладка и вышла. С 700-м одним кольцом. Ну ничего страшного. Я думаю, или кольцо купить уже будет. Или сам залью тут. Опалубку сделаю и подолью. Тут немного тут всего. 0,1 куба надо бетона для этого дела. Так что справимся. Сейчас вот здесь еще выгрузим кучку пуска. Сегодня с нами не Сергей. Сегодня его отец. Тоже свои люди. Так что выгрузим кучку пуска. Вот так вот, ребят. Потихоньку мы работаем. Как работают ребята. А у меня со спиной не очень сильно это и получается работать. Поэтому как-то так. Ну, сам виноват, это уроком будет. В следующий раз, как-то сказать, тяжелые камни самому. Вернее, даже не самому. Дурацкую работу не надо делать. Можно было бы взять три поменьше камня принести. Если нет, я решил включить Геракла. Вот, сейчас еще тут добьем кучу и потихоньку начнем закапывать все дела. Но закапывать будем только до верхних колец. Потому что у меня тут еще надо будет утеплитель раскладывать, чтобы кольца не промерзала. Поэтому сегодня только до верхних колец раскидываем. И все. Вот этих широких, не верхних, а широких колец. Можно даже чуть-чуть ближе подъехать и кидать. Можно чуть-чуть подъехать. Оп. Оп. Вот вам половину работы сделала. Вот так. Половину закопали. То, что надо было сегодня. Выгрузили. Ну, вот так. Можно было все-таки карьерным, я думаю, отделаться. Потому что вода тут хорошо уходит. Но уже сделан, то сделано. Машина просто была уже заказана. А к ней на переправе не меняем. Так что, как-то так. Все, ребят. Выполнили мы расчет за песок. Как говорю, еще чуть-чуть он дороже получился. Мне в принципе кажется, что можно было бы обойтись и карьерным песком. Ну, вот так вот получилось. продолжаем копать ребята уже приступили а мы пока а мы пока будем не знаю чем делать пока освещать только их процесс ребята не закапываем за эти что будем копать только 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 будем копать да вот это вот верхнего кольца то есть закапывать да до сих пор вот эти все вровень так больше не копаем выше вот так хорошо перед обратной засыпкой септика и кессона я не выполнял никакую гидроизоляцию поверхности и стыков колец так как у меня на участке очень хорошие дренирующие свойства грунта а зеркало воды находится на глубине 6 8 метров то есть у меня нет никакого влияния а действия воды на боковую поверхность сооружений поэтому просто приступаем к обратной засыпки песком все что я использовал это раствор для стыка колец в которое добавил жидкое стекло так а теперь давайте поговорим о стоимости материалов септики кессон я делал в двадцатом году давайте сравним цены на сегодняшний день так как все улетело будет очень интересно посмотреть на разницу цен земляные работы экскаватор я брал на всю смену и с помощью его были выполнены следующие виды работ вырыл котлованы под кессон и септик сняла растительный слой под летний домик и выкопал траншея под электричество и водопровод за смену экскаватора в двадцатом году было поддано 13 тысяч рублей сегодня поэтому стоило 14 тысяч рублей видео с освещением данных видов работ можно посмотреть на подсказке выше гранитный щепень для донного фильтра фракции 2040 стоил 1650 рублей за коп это цена была с учетом доставки на сегодня цена не изменилась она осталась прежней на донный фильтр и подсыпку под кессон было потрачено 7 метров кубических это 11 тысяч пятьсот пятьдесят рублей и еще раз напомню для донного фильтра ни в коем случае нельзя использовать известковый щебень и никогда никакого геотекстиля так как грунт у меня суглинок с обильным включением известняка и такой грунт не годится для обратной засыпки было принято решение использовать намывной песок который также не поменялся в цене и составляет 950 рублей за куб и так за 14 метров кубических на септик и 10 метров кубических на кессон всего было потрачено 24 метра кубических было отдано 15 тысяч 600 рублей железобетонные кольца заказывал на заводе опора групп который осуществляет доставку пределах санкт-петербурга и ленинградской области в двадцатом году цена за все кольца составила тридцать четыре тысячи двести пятьдесят рублей цена в двадцать первом году как мне кажется не сильно подскочила по сравнению с другими строительными материалами и составил бы на сегодня тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей для камер септика я использовал кольца с днищем дыка из плитой перекрытия пп нижние кольца дыка я бы использовал и сейчас а вот верхние ставил и стеновых колец к с и сверху крышку пп а все из-за того что толщина перекрытия составляет 150 миллиметров а этим мы уменьшаем рабочий объем септика подсказку на видео смотрите выше то что верхние кольца септика торчат из земли те кто не смотрел предыдущее видео напомню у меня в данной точке участка рельеф сильно уходит вниз дальнейшем мы будем его выравнивать вот поэтому кольца сейчас и находится над землей но это пока за доставку колец была потрачена сумма восемь тысяч рублей в этом году она бы составила 9000 рублей за монтаж два часа была сумма две тысячи рублей пластиковые люки не поменяли в цене и за четыре люка составила 4000 рублей оплата работы рабочим составила 7000 рублей в этом плюс-минус столько же прочие расходы составили около 3000 рублей и того в двадцатом году на данном этапе наш септики кессон обошелся бы в девяносто восемь тысяч четыреста рублей а в двадцать первом году нам бы пришлось потратить около ста четырех тысяч семьсот рублей что дороже на 6 процентов согласимся это не так сильно по сравнению с другими строительными материалами что радует а в дальнейшем нам предстоит соединить наши камеры септика сделать приточную вентиляцию у септика и кессона утеплить наш кессон и септик и еще многое другое дорогие подписчики что мы имеем по итогу сейчас на сегодняшний момент вот ребята закончили закапывать наш септик что я просил до колец до верхних колец вот этих вот закопать вот верхних потому что мы еще будем снимать чернозем для чего для того чтобы положить нам потом пеноплекс надо наши все кольца утеплить чтобы они зимой не промерзали это важный момент но это уже будем мы чернозем срывать вместе с трактором когда будем хоронить вот эти вот горы горы мусора но мы не будем хранить мы грубо говоря будем наш планировать участок надо его сделать более-менее ровным поэтому постараемся с помощью этого вот грунта который у нас остался выровнять это все дело чуть-чуть гложет что можно все таки было бы использовать как здесь вот карьерный песок а не завозить речной мытой он дороже ну так существенно можно сказать я бы 10 кубов сэкономил бы если бы взял карьерного то есть у нас было бы три машины они две чуть-чуть как-то есть осадочек ну ладно это уже толку себя накручивать если уже это все случилось так что еще и сделано смотрите ребят я пока предварительно так накидал потом я приеду более более точно выставлю оси нашей временки пока вот я показал контур как он как он есть вот это наш маленькая время . будет она размером 3 на 6 я хотел просто узнать для чего это мне надо было здесь вот будет у меня подвод воды необходимо было понять где как трубу подводить потому что сейчас я проложу трубу и приедет машина это уже будет все закапываться пока такие дела сейчас ребята вот будут замешивать раствор они чуть-чуть отдыхают замешают у нас раствор забьем все оставшиеся дырки в наших кольцах вот я имею ввиду про эти вот коль вот эти отверстия отверстия также еще остались в кессоне поэтому сейчас как раз подготовим все не позачекаем и приступим приступим после этого закупки нашего кессона вот еще один минус вот этой вот трубы с ай и трубы вот кольца 700 то что у нас нету жалко конечно ничего страшно вот наш кессончик там такие же вот отверстия остались не заделали это не то есть сейчас и по зачканиваю приступим закупки так что еще немножко и мы уже будем ближе к цели так что оставайтесь с нами не комментируйте по забиванию наше отверстие там чуть-чуть раствора не хватило на третью я уже сам как потом справлюсь размешаю когда буду когда буду проводить соединяясь камеры друг с другом но там все равно надо будет замешивать надо будет замешивать раствор поэтому как раз эти кольца и заделаем да и тут еще таких работ будет очень много пока я думаю мы сейчас участок спланируем там еще очень много времени пройдет поэтому когда-нибудь докапливать эти дырки мы заделаем так что идем копать опять копать мы уже заканчиваем копать сон закапывать при солнце подписывайтесь ставьте лайки комментируйте а у нас еще много дел ну как дел завтра уже точно ничего не будет мы приступим прокладки кабелей прокладки кабелей и буду засыпать траншею нам вот этот надо траншею закопать потому что надо будет песок подвозить в ту часть зданий в ту часть участка поэтому поэтому будем будем закапывать траншею у нас еще много чего интересного оставайтесь с нами пока а а